так ладно все мы закончили с болтовни пока что больницу и врата танграма станет оставим на потом потому что у нас там кресты как раз таки этом когда будем там и пообщаемся с народом а сейчас начинаем с айды и начнем со скрытого сайт креста который как раз таки в городе и на удивление он начинается когда мы подходим к вратам точнее к двери в здание июна так дверь заперта но снаружи есть табличка сообщения торговая компания июн филиал кроссбелла пожалуйста постучитесь если у вас нам дело торговая компания июн этот самый офис которым руководить человек по имени цао цао ли также известный как дракон бир белой орхидеи он является одним из самых способных людей в июн хотите нанести ему визит ну даже если мы попробуем нанести им визит не факт что они будут относиться к нам как следует или воспринуть даже всерьез но я был бы не против поговорить с ними насчет старого места обитания ревачи да если вспомнить июн сами были заинтересованы этой территории но в итоге торговая компания crimson смогла перехитрить их не сделать так чтобы самим приобрести эту территорию я очень сожалею об этом руководитель филиала цао доброго вам дня члена спецотдела поддержки вы как раз вовремя знаете на самом деле я хотел бы попросить вас об услуге и попросить об услуге если вы не против как насчет того чтобы зайти внутрь и послушать меня конечно я вас не заставляю если вы не хотите подождите прошу прощения но мы находимся в небольшом затруднительном положении сейчас если у вас есть время мы будем очень благодарна вам если поможете мы оставим дверь не запертой так что не стесняйтесь заходить если захотите да уж они действительно они действительно люди которым только дай палец они тебе откусят всю руку ваджи он я не думаю что тебе стоит говорить подобные слова учитывая что ты сам делаешь ну как поступим ты сомневаешься и сомневаюсь что это какая-нибудь ловушка или что-то в этом роде может быть мы заодно сможем получить какую-нибудь полезную информацию для нас да действительно я понимаю что мы сейчас очень заняты поэтому нам не обязательно заходить туда если мы этого не хотим ну чё ребят пропускаем квест конечно же нет погнали снова привет вижу вы все-таки пришли сюда добро пожаловать в торговую компанию и юн я с радостью вас приветствую здесь прошу прощения за вторжение большое спасибо за ваше приглашение о рэнди сам давно не виделись я с нетерпением ждал вашего возвращения спасибо ну и как я вижу вы сами то ничуть не изменились буду воспринимать это как комплимент однако я не и понятия не имел что на самом деле рэнди сам вы имеете какую-то связь с торговой компании crimson ну как я и ожидал вы полной сюрпризов и я полагаю вы что-то знаете о них не так ли да мы не лишены связи с ними ну кстати может быть рэнди сам как раз таки уже сам что-то понимает об этом да я слышал что около года назад дядя ну и другие его подчиненные вступили в конфликт с хиюном в республике в восточном квартале ну я слышал что там было действительно очень серьезная драка ну вот как ну детектив дадли уже нам что-то об этом рассказывал ну скажем так у нас были очень серьезные дела которые нам нужно было тогда решить но к счастью в конечном итоге мы смогли прийти к некому соглашению так что никаких обид ни у кого из нас не осталось друг на друге но некоторые старейшины хиюна до сих пор впадают в ярости только при одном упоминании о них правда вот как ну я уверен что вы прошли через многое а что касается территории ревачи ну к сожалению мне пришлось сдаться в отличие от ревачи которая на самом деле была не торговой а мафиозной организацией мы не ожидаем что они будут прямыми конкурентами для нас здесь в кроссбелле ну так что в этом вопросе можете так что в этом вопросе можете быть спокойно хорошо типа они не начнут какую-нибудь потасовку или что-то подобное из-за дел которыми они занимаются ну спасибо за такую щтивость кому собой ему я точно не верю но о какой мы о какой просьбе вы хотели нас попросить мы предположили что речь идет о торговой компании crimson ну по правде говоря ты слишком медлителен целого какой черт ты делаешь какого о шин сама неужели вас что-то беспокоит как долго ты собираешься заставлять меня ждать ну где обещанный тур который ты мне обещал собственно ну ребят я думаю вы поняли что сейчас нам придется сделать ой блин ну я же говорил что я буду более чем рад показать вам окрестности не заставляйте меня повторяться я проделал такой длинный путь до кроссбелла не для того чтобы посмотреть достопримечательности с вами но мы как раз пытаемся договориться об этом чтобы устроить все это вам сейчас а вот эти люди будут вашими проводниками чего руководитель филиала цао так это просьба которой вы хотели нас попросить позвольте мне познакомить вас это шин сама внук одного из старейшин хьюны я хотел бы попросить вас показать кроссбелл машин сама как я и думал эй ты че сейчас серьезно что ли да какой интересный запрос то есть эти ребята будут гидами они не слишком молодые мы все а ты не можешь организовать а ты не можешь сделать так чтобы тур мне провел например дитар кройз или или оплате Ничего себе у него запросы Боюсь, это будет довольно сложно организовать В Кроссбелле они все-таки довольно известные люди И в конце концов Но в конце концов эти люди сыграли важную роль в раскрытии дела Понятно Значит, вы тот самый спецотдел поддержки, который раскрыл дело о культе Откуда он знает? Ну, будьте внуком старейшины Шин сама достаточно хорошо проинформирован До приезда в Кроссбелле он многому научился Ну, конечно же Как внук старейшины Я должен быть в состоянии В будущем занять руководящую позицию Так что в этом смысле я сильно отличаюсь от обычных людей Этот сопляк Тихо-тихо, Рэнди Сэмпэй Ладно, если вы наставите, то тогда у меня нет выбора Придется согласиться на них Заодно я с удовольствием послушал бы побольше об этом инциденте с культом от вас Что-то не так? В чем дело? Это женщина, предназначенная мне судьбой Так, ребята, у нас конкурент Че? Э, что? Какая же вы красивая Эти блестящие жемчужно-серые волосы А еще все эти прекрасные пропорции вашего тела Никогда не думал, что здесь встречу идеального человека Сестренка, как вас зовут? Эли Эли Макдаул Приятно познакомиться Щен-кун Ага, старшая сестренка Эли Какое прекрасное имя Понятно Значит, причина, почему я должен был проделать такой длинный путь до Кроссбелла Постояла в том, чтобы встретить этого человека Что он такое говорит Мало того, что он наглый сопляк, так он еще и грубый Да, Эли Сан становится все популярнее и популярнее Цао Мне нравится Не хочу, чтобы эта прекрасная сестренка показала мне окрестности Ну, приятно слышать Ну что ж, дамы и господа, тогда, пожалуйста Позаботьтесь о Шин Сама Так, так, стоп, подожди Стоять минутку Итак, быть гидом для внука старейшины Хиюны Мы действительно можем согласиться на такой запрос А, ребят, мы еще можем отказаться Нет Согласна Ладно Мы все поняли И мы позаботимся об этом Солар, поздно Итак, а какие конкретно места вам, возможно, интересны в городе? Ну, об этом, я думаю, вам стоит спросить самого Шин Сама Ну что ж, Шин Сама, пожалуйста Будьте осторожны Ну, я понял Ну что ж Сестренка Тогда пошли Эп, стоп, стоп Подожди, Шин Кон Ты что, хочешь, чтобы вы только вдвоем пошли по городу? Ну, иначе С такой большой толпой Это будет слишком раздражать Кроме того, я хочу остаться наедине с сестренкой Че? Ладно Ну, тем не менее Ну, я сомневаюсь, конечно, что кто-нибудь будет его преследовать Но, тем не менее, он все-таки является внуком старейшины Шин Кон Торговая конференция скоро Поэтому, честно говоря Я не знаю, что нас ждет, что может произойти Поэтому, ради вашей безопасности Я думаю, что нам следует иметь сопровождение Ну, раз старшая сестренка так говорит То, думаю, выбора у меня нету Ладно, тогда Двое из вас могут пойти с нами Но не больше Остальные двое Могут просто наблюдать за нами Держась на расстоянии Что вы думаете? Те? Ну? Но, на самом деле, он дело говорит Это довольно эффективная схема защиты важных персон Которые мы тоже используем Тогда решено Итак Кто будет один из телохранителей? Понятно А вот кто будет вторым? Ну Ребят, нам нужно выбрать Цифра 1 Рэнди Цифра 2 Нуэль Цифра 3 Ваджи Голосуйте Ну, или имя Нет, лучше по цифрам Так мне будет легче сориентироваться Эй Единогласно Ваджи побеждает Ладно Ну что ж Тогда Ваджи Ты можешь пойти с нами Я понял Ну, раз такое дело, то Ну, давайте хорошенько повеселимся все вместе Ну, а вы двое Держитесь на определенной расстоянии Просто наблюдаете на всякий случай Окей Предоставь это нам Поняла Ну что ж Какое место вы бы хотели посетить Сунг-кун? Так Ну, хорошо Кстати, можете звать меня просто Шин В конце концов Вы все-таки не из Хиюна Хорошо, я понял Шин Ну что ж Тогда погнали снаружи Куда я хочу пойти Расскажу, как только будем на улице Ну что ж Ребята Погнали Будет весело Ну что ж Ладно Тогда Позвольте мне приступить к Объяснению Да Ох, этот сопляк Он пытается тут Вести себя круто Рядом с юной госпожой Но у него довольно естественно получается Так себя вести Да Ему действительно Элли очень понравилось Вы хотите что-то сказать? Не-не Все в порядке Мы были бы признательны Если бы вы начали Все объяснять уже А, ну Ладно Отлично Тогда Ну, как вы слышали ранее Я хочу, чтобы вы Устроили мне Тур по городу Ходить просто по большому Кроссбеллу Без особой цели Будет слишком утомительно Поэтому Будут определенные места К которым я буду Стремить Нет Которые мы должны стремиться Посетить Особенно Особенно Одна цель Очень важная Одна цель Да Крыша Крыша Универмага То есть мы можем Свободно выбирать Маршрут По которому Будем добираться До этого места Нет Если вы пойдете Какими-то Скучными Окольними Путями Это будет Не слишком Интересно Так что Я хочу Добраться До Универмага Через Восточную Улицу Что я могу Сказать Он похоже Все хорошо Обдумал Ну Я проделал Такой длинный Путь Ради этого Поэтому Вполне Естественно Что я составил План Однако Мой план Ограничивается Лишь тем Что я только что Описал Я буду Очень благодарен Если вы Приведете Меня по разным Местам И Обязательно По И Обязательно Поможете Мне провести Как можно Больше Лучше Время С С Сестренкой Эли Не забывай Что Я тоже Как бы Гид Нет Ничего Подобного Сестренка Я хочу Чтобы Ты воспользовалась Этой Возможностью Для того Чтобы Отдохнула Так что Ни о чем Не беспокойся Да уж Похоже Он реально Влюбился По уши В тебе Ладно Я суть Уловил То есть По сути Ты хочешь Чтобы Мы провели Тебя По Красивым Местам Города И Этим Ты будешь Водовлетворен Да Шен Да Но Это означает Что у нас Также Есть возможность Как-нибудь По-другому Организовать Все это Это Например Можно отправиться В Аркансиэль Ну Можно Всегда Отправиться Еще В Парк Развлечений Мишля Хотя Вроде Он В настоящее Время Закрыт Так что Не получится Ну Я уверен Что Вы Ребята Сможете Придумать Какие-нибудь Известные Хорошие Места По которым Приведете Меня То Что Вы Описали Конечно Звучит Очень Весело Но Думаю Это Стоит Оставить Для Другого Раза Когда Это Будет Возможно Все-таки В Кроссбелле Есть Намного Больше Интересного Которое Стоит Повидать Поэтому Мне Необходимо Увидеть Реальное Лицо Города А не Только Лицо Туристических Объектов Реальное Лицо Города Кроссбелл Ничего Себе Какие Мысли У тебя Ну И Ну Это Даже Немного Пугает В общем Думаю Вы Все Поняли Да Ладно Хватит Терять Время Попусно Приступаем К делу Ладно Я понял Предоставь Это нам Ладно Тогда Мы Пойдем Вперед А Вы Охраните Нас Сзади Поняла Ну Вы Тоже Будьте Осторожны Реальное Лицо Кроссбелла Ну Да Ну Ну Толар Думаешь Попробуем Так Ну Сначала Пойдем К ABC Потому Что Тут Как Раз Недалеко Ну По Сути Да Мы Сами Решаем Какие Места Посещать ABC Да Какое Великолепное Здание У них Ты впервые Видишь Это место Да Шинкон Ну Само Собой Даже У Киюна Есть Счет В ABC Кстати Совсем Недавно Я открыл Свой Личный Счет И Начал Заниматься Торговлей Акциями Ну И Если Все Пойдет Хорошо То В Ближайшем Будущем Я Получу Хорошие Дивиденды Кстати Вспоминая Эли Когда ты была Еще Студенткой Тоже Вроде Занималась Чем-то Подобным С акциями Ну Да Но Я Немного Занималась Трейдингом Ради Будущего О Шестеренка Эли Так Вы Тоже Занимались Акциями Кстати На днях Я тут Нашел Хорошую Хорошую Компанию Для Инвестиций Она Очень Солидная И Перспективная К счастью Еще Мало Людей Обратили На Нее Внимание Ну Кстати Тут Есть И Другие Компании Которые Я мог бы Порекомендовать Если Интересно Ну Может быть Мне не стоило Об этом Говорить Действительно Действительно Ой Простите Сестренка Я просто Вот Лойд Учись Как Нужно Себя Вести Ну Сюда Я могу Прийти В любое Место Сюда Я могу Прийти В любое Время Когда Я захочу Чтобы Посетить Это Место Внутри Так что Пока Что Мне Не Нужно Чтобы Вы Показали Мне Это Место Изнутри Так что Давайте Отправимся К Следующему Месту Да Солар Хотя С другой Стороны Да Наверное Не стоит Так А в этом Направлении Восточная Улица Да А Не Не Нет Нет Ну Кажется Я говорил Вам Чтобы Мы Прошли Через Восточную Улицу Ранее А Точно Да Прости Столар Нет Нам же Только Что Сказали Что Банк Не Надо Кроссбол Таймс Ну Сюда Нас Тоже Не Кстати Если Подумать Их Штаб Квартира Располагается В одном И том Же Портовом Районе Что И Наша Кто-то Хочешь Этим Сказать Да Нет Ничего Просто Если На то Разговор Пошел Я Не Очень Люблю Журналистов Которые Шныряют Повсюду Однако В Газете Неплохой Неплохие Статьи Насчет Экономики И финансов Республики За это Их Стоит Ценить Понятно Не знаю Что сказать На это Да Он Действительно Удивляет Несмотря На его Возраст Астер Зачем Показывать Ему Порт Если Он Здесь Живет Ну Короче Ну Я же Сказал Тут Как бы Особо Показывать Ничего Вот Этот Маяк Что Не Сейчас Пойдем На Восточную Улица Улица Там Как Билдю Брейсеров Можно Показать Ресторан Не знаю Дом Морса Например Там Все Такие Известная Личность Обитает Морса Морса Итак Это Место Восточная Улица Да Я Впервые Нашел Возможность Чтобы Посмотреть На Это Место Таким Образом Ну Здесь По идее Ты Чувствуешь Себя Как Дома Верно Ну Да Можно И Так Сказать Хотя Это Место Рядом Не С Оживленностью Восточного Квартала Республики Ну Да Согласен Ну При Возможности В будущем Я бы Хотел Показать Вам Республику Сестрю Так Ребят Нужно Запомнить Эти Слова Когда Нибудь Они Могут Сыграть Важную Роль На самом Деле Я Хочу Вернуться Домой Вместе С Тобою Э Ничего Себе У Него Подход Да А он Действительно Не любит Тянуть Резину Сразу К делу Переходит Да Ну Че Можно Сказать Тут У меня Пытаются Угнать Вайфу А это место Гилдия Брейсеров Или Крузбелла Шин Что случилось Почему ты Прячешься Заткнись Не твое Дело Ну Это Вы Ребята Ой А что Это У вас За Что Это У вас Там За Миленький Мальчик Ну Не стойте Там Подходите Поближе Да Не так А кто Именно Этот Мальчик Неужели Вы Помогаете Ему Найти Пропавших Родителей Или Он Потерялся Ну Как бы Сказать Эй А Божественный Клинок Ветра Тут О Ты Все Так Умеешь Разговаривать Ну Ариос К сожалению В отъезде Вот Как Почему Вы Испытываете Такое Облегчение Однако Учитывая Ваше Поведение И Ваши Слова Понятно Этот Мальчик Как-то Связан С Хьюном Скорее Всего Может Он И Внуком Старейшины Как Вы Догадались Ну Что ж Похоже Я Попал В точку Мальчик ну кстати вы не думаете что они могут вас разыгрывать сейчас и пытаться в ловушку загнать этот парень действительно ведет себя своеобразно именно поэтому гилдия брейсеров это пожалуйста давайте не будем про это говорить а то сейчас вы можете сказать что-то грубое я уверен из вас получится отличный член хьюна это даже пугает да согласен но почему вы так насторожены относительно ариуса ну вроде бы как бы не вражду им сейчас хьюном или что-то подобное так как ты смеешь такое говорить после того как вы много раз вмешивались в дела деда я даже не могу вспомнить сколько раз божественный клинок ветра и не сдвигаемый это про дина мешали нам и создавали лишь одни проблемы не сдвигаемый а не сдвигаемый то есть один а он брейсер а ранга из республики также он является мастером боевого искусства стиля тайто прошлом он несколько раз помогал даже нашему филиалу в кроссбелли стиль тайто если я помню правильно помню то лин сам тоже практикует его ой вот это как точно на русском переводится ну для алин он правильно ну типа старший брат по стилю это так я не помню есть правильное слово на русском не могу вспомнить я думаю вы поняли чем смысл и само собой думаю даже не стоит об этом говорить но у него просто невероятные навыки да как и ожидалось у гилдии действительно невероятный состав ну может быть это и так но самая большая проблема это то как работает гилдии особенно вас ваш кодекс и пункт защищать мирных жителей из-за чего вы устроили нам очень много неприятностей но у нас все довольно сбалансировано так что противовес мы не вмешиваемся в государственные вопросы до определенной степени кстати мальчик а то вижу очень много знаешь несмотря на возраст действительно честно говоря нет не ожидал такого от него похвалу и вы ничего не добьетесь в любом случае ребята с гилди это да 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 мы поняли все хватит критиковать гилдию особенно учитывая что ты еще ребенок кстати говоря кия тян и шизгутян наверху может тебе стоит поприветствовать и их ну да кстати кия же как раз таки направилась сюда ранее ну думаю стоит их познакомить и что кого так хотя ладно поговорим с киев потом можно сделать перерыв точнее закончить на сегодня о лоид и все остальные что случилось спасибо за усердный труд похоже вы работаете ну полагаю что в некотором роде можно и так сказать а кто эти дети вы знаете о это кто какой-то маленький мальчик у кого маленьким мальчиком назвали я шин я внук старейшины и юная я являюсь будущим и юная ой прошу прощения он такой маленький но ведет себя так же взрослого как лоид и остальные да ты маленький но ты удивительный эй хватит такое говорить уже да даже выдающийся наследник июна не идет ни в какое сравнение с ки эээээ шин кун Это Кия Тян, а это Шизу Ку Тян По возрасту, а не двое постарше тебя будет, Шин Кун Ну и да, кстати, стоит упомянуть, что Шизу Ку Тян является дочерью Орес Сосана, о котором вы ранее упомянули, о котором ты ранее упомянул Э, божественный клинок ветра Так, наверное, ты тоже Наверное, ты тоже, как его дочь, владеешь мечом Учитывая, что ты все это время держишь глаза закрытыми Ты, наверное, пытаешься как-то тренировать свой разум Разум Так, стоп, откуда ты вообще это слово знаешь? Разум Ну, там использую очень сложное типа слово из японского, ну ладно Нет, на самом деле я слепая, я не вижу Ну, благодаря Но, к счастью, у меня есть очень хороший слух Однако я, конечно, и близко не такая же, как мой отец А, тогда мне ужасно жаль Прошу прощения за то, что повел себя не как джентльмен Ой, да не стоит беспокоиться И... Похоже, он все-таки не такой уж плохой мальчик Ладно машинкун кажется хорошим мальчиком года ой да нет это неправда конце концов я человек который будет нести будущее хиюна на своих плечах эй 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 шин ты сказал тебя зовут да ты не похож на жителя кроссбелла как долго ты собираешься здесь быть а я ну до послезавтра покрайней мере а тогда ты собираешься завтра посмотреть на башню кейш из кутян тоже собирается посмотреть на все это с крыши универмага вы уверены а а что рю анри и все остальные тоже придут так что будет весело почему бы тебе не прийти понятно если ты так настаиваешь что я присоединюсь так башню покажут завтра в 11 верно да жду не дождусь а он выглядит счастливым может быть он не так часто имеет возможность играть с другими детьми ну что ж отлично так ну что ж тут пока что остановимся и продолжение следует